Выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Дополнительное время. Дополнительное время. Дополнительное время. Продолжение следует... Продолжение следует... Время близится к вечеру, а нота у нас только все лучше и лучше, все красивше и красивше. Смотрим мы с вами потрясающие каточки. Ну и вторая карта обещает быть тоже довольно интересной, судя по драфту. Как тебе? Да, драфт отличный. Ну, действительно, очень радует то, что Империя у нас демонстрирует уже четвертую стратегию в четвертой игре. Абсолютно разные герои, абсолютно разные задумки. И, в принципе, во всех трех играх до этого у них получалось неплохо. Они одну немножко забуксовали, но, опять же, могли ее выиграть. Но Тинни Висп, Тинни Висп, это, в принципе, классика жанра. В руках тех же Имперцев мы видели очень-очень часто. Стар в Сталмане катали. Ну и Ашер вот такой вот контру взяли. Не знаю, мне кажется, хлипковато все-таки против Тинни Виспа то, что они набрали. Здесь есть и глобальная комбинация, и много контроля. И опять вот, то есть против Гирокоптера уже есть Спиритбрекер, которому просто мало что ему даст сделать. Так еще и Бист. Все это работает через БКБ, и все это слишком хорошо. Вообще, касательно стратегии Импер, все-таки много историй перед квалами. Да, они собирались вместе, по-моему, в Москве на буткемпе. Там, по-моему, за два дня до старта квал, по-моему, составом были. И, видимо, хватило им этих вот небольших промежутков времени, чтобы подготовить какие-то страты и что-то там интересное показать. И пока показывает сильно очень хорошую, интересную доту. Самое главное, что она разнообразная, и за такими командами всегда приятно наблюдать. Ну что ж, поехали, посмотрим, что тут у нас будет получаться. Итак, вторая карта, Hellraiser за Radiant. Давайте по их составу быстренько пройдемся. И Бах будет фармить на Гирокоптере. Андрошок будет субпорт Ораклом. Афонин в миду на Эмбер Спиритис. Помогать им будет Goddamn на Дазлике. Ну и в оффлейне будет стоять Шачло на Клокверке. Ну и команда Empire. Хвост на Спирит Брейкере, что действительно удивительное. Резолюшн на Финнике. Играет у нас на Виспе Алоха. Ноуфир играет на Опарейшене. И бестмастер от Фаника. Ну, собственно, все, что здесь могу сказать, это хвост, который играет на Спирит Брейкере. Хвост будет быковать. Окей. Причем, что интересно, ребята из Empire ставят. Агрессивную, сложную линию. Потому что бестмастер и оффлейнеры ходят на соло топ. Ну, в миду, понятное дело, висптини. И вот внизу будет Спирит Брейкер плюс Апарат. И здесь, если вдруг немного растеряются персонажи Hellraiser, а именно Герокоптер и Оракул, им может быть очень больно. Потому что под Челлинг Тачем хвост может разогнаться. Куча демеджа прописать. Прямо скажем, демеджи вагон, особенно если баш выйдет под Челлинг Тачем. Там сразу, я не знаю сколько, 150 демеджи, наверное, пропишет. Джекпот может сорвать. Да, и в общем-то здесь нужно опасаться, потому что всего лишь два персонажа здесь в Hellraiser. Потому что Даззл, напоминаю, вынужден стоять возле Ember Spirit и помогать. Ember Spirit здесь без Даззла просто не вытянет этот лейн. Так что непонятно, будет ли фармить и бах у нас на нижней линии. Потому что пока, в общем-то, его мы видим уже гоняют. Уже стараются отзонить от крипов. И бах против крипов на себя переагрил. Как непонятно. Ну и Андершок. Нашел в Чужой Апсервер. Разлочит себе отвод, скорее всего. Подожди, центришником, собственно, отвод нельзя забанить. Хороший вопрос. Сейчас посмотрим на второй минуте. Здесь он, по-моему, даже отойти не успел. Но как-то да, он его воткнул странно прям внизу. И кажется, ферсблат на оперейшене сейчас будет. Хотя спиритбрейкер вовремя вписался. Да, и у гирокоптеров скачал флаг. Там нету рокетберриджа. Нету рокетберриджа, и аппарейшен может спокойно уходить. На самом деле, так бы все равно вряд ли забрал. Первый рокетберридж маловато дэмэджа наносит. Ну, в соло по аппарату этого бы хватило, мне кажется. Там спиритбрейкер сразу подорвался, он бы засейвил. Скажем, шансов было бы забрать побольше. Были бы там рокетберриджа, но флаг прокачал и бах. Чтобы, опять же, иметь возможность крипов добивать хоть как-то и отгонять противника тоже. И вот то, о чем говорил у нас НС. То, что эмбир спирита все вполне себе неплохо при поддержке дазла. Одному, понятное дело, ему слишком тяжело было бы с единицей армора, с двойкой армора против тини веспа. Но вместе с дазлом, с подхилами, с героевом. Все равно не так просто, конечно, но уже чуть получше. Видим, крипов эмбир спирит хоть добивает. Это очень важно. Резолюшн, как-то, даже поменьше как-то забрал. Но есть возможность уже резолюшн подцепить кого-то. Например, можно выкинуть что-то под тавр к себе. Получает чайны. Ну и вот двух героев. Просто прогоняет, да. Просто прогоняет отсюда и... Попробует здесь пофармить. Смотри, что делать, что-то шло. Кабаном замедляет, еще и топорами пробивает. Прям очень больно. Ну, бестмастер посильнее Клокверха. Уж до шестого левела точно, если бестмастер не ошибается. За счет кабанов к локу просто не подойти. Я думаю, что, возможно, даже Клокверх здесь будет ракету качать. Потому что к бесту ему не подойти. Либо выходить в шестой и просто пытаться как-то... Ага, он боттл себе купил. Пил боттл? Ну да, за счет боттла можно попробовать. Можно тогда и без ракеты. Правильно. Ну да, действительно, главное получить себе левел 6. Потом уже можно куда-то стягиваться вниз или в мид. И смотри, ты тут зажал тебя же в коге вместе с фаником. И фаник делает ФБФ. Вот так вот довольно просто. Да, о чем и речь, что бестмастер тут просто в разы интересней смотрится. Прямо скажу, Клокверк, конечно, неаккуратно сыграл. Все-таки дистанцию сократил до минимума. Причем у фаника есть сапог. А сапога у Клокверка не было. И даже коге поставить хорошей. Вот как раз-таки ситуация и тот, и другой милишник. Но если бестмастер закрывается с Клокверком, то Клокверку не жить. И хотя по идее Клокверк это герой, который старается поближе держаться. Ему обычно наоборот приятно с кем-то закрыться и его там убить своей тарахтелочкой. Но бест это не тот герой. У него слишком хорошие статы. И фаник здесь уже, вот он сильно, на самом деле у него топовый грипп статы. Он еще и фраг делает. Ферстблат забирает. У него очень много. Сейчас еще и фейсы появились в то время, как сапога даже нет. У шачло вообще нельзя подходить. Там Тиренин в миде, как говорите, не подняли. Это подстаивался здесь резолюшн. Непонятно, каким образом это произошло. В итоге отдался от Эмбера и Дазла. Окей, вот это может немножечко неожиданно на самом деле. Ожидал я увидеть, что фраг может быть от Тини с виспом, но не от Эмбера с циталкой. Вот снизу на середину стычка возле Рошпита, на нижней руне. Андершок замораживается, умирает. И Эмбаха нужна наступать. Да, здесь висп в итоге добивает 2 Араху. Тут же разгон на Эмбаха. Да, с виспом спиритбрейкера неплохо пробивает, но не вылетает ни одного баша. Теряет довольно много хп-эгерокоптер, но отступает под вышку без особых проблем. Интересные пошли у нас опять ротации по лайнам. Висп понимает, что на миде уже такого большого преимущества Тини он дать не может. И в принципе Тини может и один постоять. А вот как раз-таки подключиться где-то на боковой линии можно. Ну и сейчас вернется в мид, конечно, все равно. Обязательно нужно в мид приходить. Резолюшн здесь, на мопротив. А хотим времени. Ой-ой-ой, панику. Как больно. И разрывает его Шачло. Очень удачно зажал прямо под тавром. Тут же всех кабанов Андершок испарил. Боже мой, что это за елка? Зачем он ее посадил сюда? Может быть как-то хотел вытолкнуть? Не знаю. Просто елочка. Просто посадил елку. А вот это уже ошибка от Фанника очень серьезная. Ты был так далеко впереди. Ты забрал в Сверхблат топовый Крепстат. Просто стой свою линию и ты уже на коне. Вместо этого он сейчас отдает фраг Клакверку. Вообще, на самом деле, надо быть на коне каким образом? Сейчас посмотрим миде на драк. Афонин пошел. Резолюшн дал ему прокаст. Афонин все равно на развороте. Продолжает вагонить. Тинника убивает очень быстро. Оракл вездесущий, только на топе был, уже в мид потянулся и еще один килл. Как же больно он дамажит своим третим стволом. Жасло. Конечно, да. Но про Оракл забывать ни в коем случае нельзя. Так вот, логика какая у бисмастера? Он на линии сделал ферзбату. Что ему, по таварам ставить? Нет, он доминирует линию, он пытается прогнать снова Клакверка. И только за счет того, что удалось Ораклу подойти очень вовремя, читаем, они смогли убить Фанника. А Фанник, ну, в принципе, на линии действовал вполне правильно. Он продолжал зонить Клакверка, хотел задоминировать. Да, убили, но бывает. Да, далековато зашел. Ну, в итоге Клакверк сейчас шестым левелом, и он как раз-таки решил замаксить Б3 Ассалт и может врываться. Ну, здесь ему тоже не так просто врываться. На бару врываться тяжело он убежит, на тине он тебя выкинет, на бисмастера. Мастер — это цель номер один. И причем он супер толстый по XP. Разве что еще на уфира тоже можно неплохо ворваться. Аппаратик тут, конечно, самый лакомый кусочек. Правда, не особо, конечно, много за него дадут. Все-таки Крипстат самый худший в Нетворс такой же, и левел третий всего лишь, но тем не менее, парочек его на нем сделать можно. Там Эмберспирит дозлом пытались подфармить стаки, кстати говоря, не все стаки забрали. Эмберспирит без хп остался. Но старт у Афонина очень даже неплохой, с учетом того, что присоял он против виспо Айтини. Два фрага имеет. Он где-то фармливает стаки. Надо бы, да, третий у него фламгард. Так, должен, должен, должен забирать. Ну да, хорошо, еще и мид отдал в этот момент дозлу, который чуть подфармил. Да, в итоге довольно-таки здорово получается. Гирокоптер очень здорово стоит против Спиритбрейкера. Если вот как раз-таки Спиритбрейкер не нападает постоянно, то гирокоптер его за счет флэка, за счет рокет-баража расхорашивает и уже начинает потихоньку поджимать вышку, наносить какой-то небольшой дэмэдж по тавру. Хвост, конечно, непривычная ситуация. Фарм ему практически не достается. Как-то вот он больше терпит на этой линии сейчас стоит. Один, понятный, белый гирокоптер, ему вообще никак не справится. Ну, возможно, вот ждал получения левела 6-го. Сейчас появляется Незерстрайк. Принял, вот, килку себе купил, захилиться. И можно выходить куда-то в мид, возможно. Возможно, помочь. Понятно. Паник продолжает фармить, будут у него некрономиконы. Судя по тому, что купил себе бэлт. Прежде он, в итоге, он просто на карте удерживает. Ну и вниз перетяжка от резолюшена. Пошла, пошел, пошел сам вместе с виспом. Хочется с прокаста кого-то взять и забрать. Например, Незерстрайк, ревелл 4-й, претяжка заходит, прокаст выдает, и тебе шансов минус. Ой-ой-ой, гирокоптер сейчас на развороте. Спокойно здесь может убить, и хвоста добивает. Еще остается висп, но нет. С виспом разобраться не получилось. Перетягивается дазл, начинает бить алоху. Хок вверх. На исходной позиции ракетку дает, но слишком далеко уже уходит висп тени, и поэтому на хоккшот не отлететь. Вообще, все правильно сделал хвост, он понимал, что лучше уж себя отдать, но при этом разменять на фармящего гирокоптера. Так что хвост здесь исполняет больше, как оффлейнер. Все-таки это герой третьей позиции. Себя разменять на герой первой позиции всегда приятно. Да, и очень удачно подстрял оракул. Ничего я совершенно не успел сделать. Более того, дазл тоже не успел, из-за того, что дазл летел. Ну, дазл правильно летел вторым, из-за того, чтобы успеть дать грейв, из-за того, что дазл не успел, не успел и Клакверк. Так вот получилась череда неудач. Тем не менее, это всего лишь навсего один выход, и много сил не получили. Очень хорошее решение выбрать второго кора себе HR, и у них получается сейчас Эмберспирит гирокоптер, в то время как вот я сейчас смотрю на Пик Эмпайр более внимательно, и вижу, что у них-то кор всего-навсего один, это Тинни. Вот такой прямо серьезный. Бистмастеры, Спиритбрекер, при всем уважении к ним, не являются какими-то жесткими в лейте дэмэдж дилерами и кэри. Они прежде всего дизейблеры. А, герои с контролем, самое главное. Ну, их задача будет, конечно, пытаться в замесе найти Эмберспирит, и держать его вот в одном позиции, чтобы он не смог выдавать свои Слайд оф Виста. И, ну, на реманах билтать. Получится или не получится? Посмотрим. Ну, вообще, пока еще свою суть, свою стратегию Эмбайр не раскрыли, потому что у них есть Висп, у которого только-только появился Релокейт, и его можно использовать в случае, если где-то будет начинать сейчас Фаник. И, я думаю, сейчас на него больший взор. Есть у него Праймл Рор, можно использовать, можно кого-то иницировать, и Виспси не всегда помогут. Это самая глобальная стратегия. Только задай, кто себе знает. Да, ну, пока что никуда не торопится у нас. Ни тот, ни другой. Клакверк с Даззлом на лане, аккуратно стоят под вышкой. На них не полетишь, потому что Коги, можно очень неприятно на них прилететь. Снизу у Спиритбрекер. Но, опять же, линия пропушена под самый тавер на Гирокоптера, тоже просто так не полетишь. Оракул шестой нужен, по-хорошему. И здесь такая жесткая комбинация. Вот, я, честно говоря, помню, говорили, но должны были говорить аналитики, что комбинация Даззла и Оракул, ну, это, как бы, самое такое, можно сказать, считающееся. Клакверк. Продолжал, руно отжал. Еще Эммер Спирит обрилетает. Вески Снайдс в пласт. Но, виспай, это не шоссается. И я там, наверное, тоже не получится. Резолик без блинка. Ну, как тут продолжает пешочком идти. Там Спиритбрекер, все говорят, загнался-то неплохо, и что-чего убивают. Дальше что делать? Дальше залетает Эммер Спирит. На ремнанте получают тост. Чейны по двое. Приходит еще Эндершок помочь. Но у Фирера сразу же в тавер в отправляется. Резолик нужно просто освобождать. В этот момент делает ТП-аут. Просто уходит отсюда. В этот момент Афоня мы видим... Фаник шел. Фаник. Один против троих. Фаник. Как же поздно, как неудачно ты врываешься в эту траку. Фаник. Ужасно сыграл. Просто ужасно. Умер. Да, очень... Ничего. Очень жестко здесь все расконтролили в итоге Ашер. И они оказываются впереди. Ну, далековато пошли имперцы. Что-то как-то еще решили ворваться по одному. Это, конечно, совершенно не то, что нужно. Там Гирокоптер еще, я так понял, ульт пожалел вначале на Спиритбрекера. Так бы могли их хвоста убить. Пошла ульта. Очень неплохо может залететь. Залетает в одного только Гирша. Этого маловато явно. А Поня прыгает. Уворачивается от Эвиленча. Идет дальше за хвостом. Он может подать в поверну. Как хвоста спасать? Нет. Живет, живет, живет. Захиливается хвост. Гирокоптер дает свой ультимейт. Боже, какой же битый висп. Все здесь нереально битые. Синий в итоге умирает от Клакверка. Кабанами пытается размальсить. Минус три. Это только пока. Еще остается опарейшн. Это уже минус четыре. И остался один только Фаник, которого сейчас всей толпой пойдут пинать прям под Тир-1. Пытают уйти в своих лесах Фаник. И погони здесь все-таки не будет. Нету Спиритов. Да и проще просто забрать этот Тавр вместо того, чтобы гоняться за Бестмастером. Минус четыре. Это и так достаточно много. Но у Ашеры очень здорово напали. Используют свою мобильность. С чего не хватает как раз-таки Империи. Если на них нападают, у них мобильности довольно мало. Да тут... Варь, Локейт, смотри, висклинии прилетели. Афонин. Эвлон получает тот сверху. Афонин пока жить пытается. Чуть-то демэж прописал. Но да и погибли. Байбэк возвращается на Ремнант. Афонин, ты посмотри, что творят. Гирокоптер сюда приходит тоже. Фаник проседает. Есть Айсбласт, Айсбласт просто шикарный получается. Афонин лоу хп, Афонин таки падает от Айсбласта. И пытается уйти так же и пак за ним погоня. В Незертрайках вот не отпускает и камбэчит Эмпайр на мид позиции. Забирают пятерых в итоге. Дайбэк у нас от Эмберспирит. Он теряет 800 золота. Это очень много. И по-моему выиграли имперцы гораздо больше, чем до этого они проиграли. Конечно. 4 тысячи голды в разницу после этой последней драки. И вот вышли вперед графики. Хеллрейзер там выиграли 3 тысячи манет. И графики сразу ушли вниз. Моментально. Это было довольно опасно в исполнении Эмпайр, но получилось. Очень хорошо комбинирует с Аппарэйшеном. Здорово залетает его ультимейт. И всегда либо попадает там, либо близко, либо попадает по нескольким. Но чувствуется, что не просто так он кидает куда-то рандомно этот спелл. Самая стратегия глобальная, при которой ультимейты разбрасываются в шикарном АОЕ. И тебе все, что нужно, запокусить и противника попридержать на месте. Бежит Бар издалека. Кидает под него ульт Аппарэйшен. Сверху падает Тинни Висп. Ну а Бист, в принципе, может где-то либо рядом находиться. Хотя, как правило, даже этих четырех может хватить, если все залетит как надо. Так. Ну и пока решили разбежаться по линиям, то куда обе команды. Единственное, что, наверное, Хелл Рез вдруг решили собраться снизу, собрать Тавр. Ну, у Ахони тяжелая ситуация. Он пошел в боевого Эмберспирита, взял себе ПТ-Аквилу, не будет никаких травелов. Что же мы видим? Он дайпэкнулся, у него там минус тысяча голды, то есть он рассчитывал кого-то наубивать. Вместо этого только потерял. И сейчас он очень сильно оттает, и ему никак по-другому не набрать. Ему нужно как-то идти и вот так вот в драках свое золото фармить. Это, конечно, тяжеловато. Смог разбили. На Рошана пойдут? Тяжело, тяжело. Ну, пока топ сплитит Эмпайр, возможно, захотят от Тир-2, отбить сперва, делать степ-фешки. Рошану опасно сейчас заходить. Да, да и нечем убивать Рошана, я поэтому сильно удивился. Но на самом деле просто пошли куда-то в Смоках. Просто и в Смоках идти особо некуда, кроме как на Рошану. Все очень далеко. Ну, на перетяжках можно было подловить кого-то из Эмпайр, но они, опять же, очень кучно двигаются. Ну да, так аккуратно сыграли. Хаста забирает Висп. Смотрю я на Вижен, со стороны HellRaisers, они ни черта не видят. Тут у них два варда стоят по одной нижней линии. Поэтому такой Смок и разбили, видимо. Да, в то время не сказать, что больше вардов у Эмпайр, у них вообще вар только один на миду стоит. Но, тем не менее, а в топе еще один есть. Тем не менее, ситуация более выгодная, потому что они отпущили только топ-линию и сразу же пошли лиса свои фармить. В то время как HellRaisers стоят на миде и не понимают, чем заниматься пока. Выискивая, пытаясь найти на карте противника. Ну да, потихонечку фармит Эмбер. Ему нужно выходить в свой БФ обязательно, иначе он так и застрянет. Ну и здесь не потихонечку фармит Тинни, за которым постоянно летает Висп. Всегда есть мана, всегда есть ХП и готов кого-то убивать. Резолюшн. ПТ-шка барабаны, 2100. Будет ли брать Блинк? Это бы нужен. Просто добираться до нужной цели. Тебе нужно кого-то поймать. Ты заходишь, погас, ты убиваешь. Чтобы не так просто выдавать в Клоквер, который у тебя долетел. Как Паник, кстати говоря, опять же, очень опасно играет. Далеко зашел Праймал Роу, Рандершока встречается. Микроникон пытается его съесть, но под киллов масса уйдет ли сам Паник? Ну, вряд ли. Ну, вряд ли, вряд ли. Тут залетел еще и Клоквер, да, и без шанса. Рад за Оракул, то погибший. Годем, может, с этим, смотри. Не, выживет. Если убьют всех суммонов, должен выжить, потому что Айз Влас уже закончился. Интересно, почему ничего даже не попытался Оракул на себя кинуть. Там какой-нибудь ультимейт, просто лопнул. Конечно, круто разменялся все равно на Бестмастера, но ты уж хоть попытался бы. Да, странная ситуация. Фармить себе линзу. Ой, не линзу, этот, Глимеркейт, судя по всему. Хороший артефакт, опять же. Можно круто свои хилить. Ну и снизу еще и падает вышка. В общем, небольшое преимущество Империи, я бы сказал, вообще незначительное. И просто все продолжают фармить свои артефакты потихоньку. Фарм, 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 фарм. Набирают стоящие себе айтемы. Дальше он купил себе Блинк Даггер. Почему бы, в состворении, нет. Кстати, по поводу Импер Спирита, вот он очень серьезно потерял темп. Он еле-еле сейчас пытается насобирать себе на БФ. Я не знаю, в какой минуте он себе соберет, но факт в том, что после БФ ему тут же нужно будет фармить себе и линкенсферы, и Блинк Даггеры. Без этих айтемов он в этой игре вообще ничего не сможет сделать. Его будут просто убивать за один какой-то расстан. Вот он клеймор себе купил в драках, в драках, а пару удачных драк это уже половинка у него будет. Но нужно обязательно выходить. Идут за фаником на топ. Фаник со своей птицей. Ничего не видит. Ну, видит точнее карту, но не видел, по-моему, смог. И прячется недостаточно хорошо. Сейчас его, если увидят... Так, а видно ли его? Нет, его пока что не видно. А не палец, на самом деле аккуратно играет. Так, очень пророк. А ракетка залетела так, что опять же фаникой не спалила. И фаник просто уходит, а он упал. Очень круто, убежал в ту зону, где ракетка не разведывала. Все. С его вот играл, не подставил. Теперь ответный смог в исполнении Эмпайр будет. Этот смог разбивает возле своего Тир-2. Фаник рядышком, отправляет опять же. Ястреба на разведку, видно здесь шачло. Ой, сейчас могут быть проблемы. Резолюшн уже готов прыгивать. Шачло получает прокаст и убивает очень быстро. А есть бласт на ход, прям вот по одному. По двум хорам, очень хорошо залетел Эмберспирит. Впадает под танчик, Эмберспирит уходит. Остается здесь же Андершок. Хвост ворвался, но ультимейт Гирокоптер. В итоге хвост погибает очень быстро. Остается здесь Апоня. Апоня под ультом получает киллы. Просто Апоня лопает в секунду. Остается Гироч. Нет, все, уже упал Гироч. Стоится Дазл. И минус 5 в итоге. Ультра килл от Резолюшн. Да, как же хорошо сейчас зашла эта ульта Апорейшн, которая, казалось бы, даже и не летела на всю команду. Подцепила двоих коров, да, ну и просто зажались. Холл Рейшн, они реально зажались в этом углу. И непонятно, как туда выбираться. Казалось бы, был Эмберспирит, который мог уйти, но он вступил в бой. Пытался кого-то убить, даже получилось. Но, тем не менее, конечно, драку проиграли. Ну и вот обломался смок у Холл Рейшн, а то Эмперцев смок реализовался. И в итоге они, опять же, выигрывают немного денег. Эмберспирит становится супер бесполезным. У него нет вариантов выходить в БФ, потому что, ну, через фарм, через какой-то сплит, потому что он не те арты взял. И драку тоже он выиграть не может. Если бы вот тогда, где он байвэкнулся, опять же, драка прошла бы получше, то он бы сейчас бы уже, наверное, был с БФ, он был бы более боеспособен, плюс потихоньку выходил бы в лейт. Вот очень сильно подкосила его та единственная драка. Ну, дайбэк это сурово. Сурово, согласен. Даже в начале игры. Причем для тех героев, которым очень важен темп. Если ты темпа лишаешься определенного, у тебя артефакты появляются не по таймингу, ты все время не успеваешь за оппонентом и проигрываешь. Тяжело. Я не знаю, как будет управляться эта ситуация Афонин. Возможно, даже в этой игре он будет просто собирать тебе артефакты такие, чтобы нести максимум ДПС, я не знаю, уходить сразу в Тейдаус после БФа, не покупать себе защитные артефакты. Но, как показала предыдущая драка, один Прайм Алрор, и ты стоишь на месте и ничего не можешь сделать. При этом, третья некрономикона уже есть у Бестмастера, то есть за Прайм Алрор. Там вообще супер ужасная была драка, то, что он еще... Ну, он в такой позиции оказался, что даже и никак увернуться от него не мог. Спиритбрекер! Навадение на... Да, в итоге стирают Оракула, Оракула успевает повесить ультимейт на Эбаха. Оракула смяли, кулдаун нет. Можно попытаться где-то еще и продолжить. Идет резолюшн, за ним хом и мысл, правда. Да, встанчик такой приостановил в дальнейшие движения. В сторону оппонента. Ну, стер для Оракула тоже неплохо. Можно пушить? Да, появляется он на эфире, ну все. Сейчас экспириенс рекой потечет, будет деньги. Не крачей вызвал? Самый ястрер отправляется в полет. Надо бы дать вижен. Ну, надо отступить, Холл Рейдзерс, просто уступить интер-2. Потому что иначе можно встрять. Резолюшн зашел, получает кукшот в спину. Почему-то, сколько бы не стал закрывать корт вверх, ведь он испугался и сразу же на релакете увозит. Вис подальше. Подальше, подальше тиммейта своего. Сейчас Виспа здесь просто разорвут. Тинни уходит, а сейчас вернется Висп. Его тут уже ждут. Коги и... Минус. Очень здорово... Очень здорово сыграл здесь Висп, конечно, но Резолюшн слишком агрессивно. Канул как-то, да. Ну, то есть, непонятно. У них, конечно, их интересов произошел. То есть, мастер вызывает Некрин-Кону Кабанчика, предлагает пушить. Резолюшн говорит, нет, мы предлагаем убивать. Сошли под Сир-2, и в итоге не получилось ничего. Грустно все как-то вышло. Да, в итоге они запушили тавер, Виспа отдали, и нужно в карте 5 распределяться. Ну, все еще большое преимущество Империи, и пока что Эмбер Спирит все еще не может выйти в свои артефакты. Но, кстати говоря, он потихоньку-потихоньку подбирается. Поздно, конечно, у него будет БФ, хотя 21-ая минута. Ну, с медлинией со старта 2.00, это все равно поздно. Даже 21-ая минута. Ну, пока еще не поздно, но вопрос, сколько он будет вот эту вот свою 1200 голды дофармливать. Вот так, кстати. Просто далеко не 21-ая минута будет. Линза покупает себя на шок, не Глиммер. Линза, да. Да, в итоге я оговорился вначале. Действительно, это Линза оказалась. Линза! Забыл, что она тоже собирается через этот плащ. Через него что-то стало слишком много всего собираться. Прямо раньше только Худ, а сейчас и Линза, и Глиммер. Стал суперполезным. Хотя и раньше он очень полезным был. Глиммер покупает себе Бестмастер. Настолько все устраивает на карте Эмпайр, что даже Паник не решился покупать себе Блинк Даггер. То есть нет у них каких-то планов на то, чтобы инициировать, самим где-то запекать с помощью Прайм Алрора. Ну, и Спирит Брэкер решает все эти вопросы. Он просто уйдет хвост, нападает. Он нападатель-то, смотри. Просто в соло Андрошок убирает. Пахать классно. Ну и все, да. Хилл тебе не работает. Клак вверх. Хотя могут хвоста размять. Шелугрейп, 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 что будет жить. О, да. Будет. Просто пытался уйти, не получилось. И Аракул в итоге его убивает, на которого он полетел изначально. Да, хвост здесь, конечно, заспейсил знатно, потому что в этот момент его команда забирает Рошана. Но я уверен, что он хотел-то разобраться с Аракулом побыстрее. Минус Рошан. Ракеточка поздновато. Аракул какой-то сломанный герой. Не нравится. Он, не знаю, ну ты человека бьешь, 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 он не умирает. Но, да, с Грейвом так вообще. То есть получается вот этот супер жесткий тик, даже под ультом Опарейшена, он не работает. Потому что есть Грейв. Все так. И еще пять секунд потом живет. Посмотрим, что у нас здесь придумают имберцы. Они совсем согласны с тем, что их устраивает вот такая вот игра. Они, ну, пока что устраивают, но с прицелом на то, что они в ближайшее время будут заканчивать. Потому что все-таки у них один тени. Там эмберспирит и герокоптер. Да, конечно. Всему свое время. То есть стояги взяли, есть теперь гиперстон. Будем воссталки раз, товара будут падать вверх, да готов. Вот уже 23 минуты. Ну, вот главное, набранный темп уже эмберспириту не потерять. Дальше выходите, не знаю, в Кристаллиц, Блинк будет покупать и Блинку. И Блинк, и Линка, и Кристаллиц, и все это нужно. Где что-то денег-то взять, Афонин? Надо какую-то драку выиграть. Просто вот чуть ли не в соло. Да, а тут пока что Undershock. Ой, куда ты под вартом? Ворвал так, конечно. Да, ну, странно сыграл, учитывая, что даже там, если нет варда, ну, птицы же, бестмастера, и тени с Блинком. Это какой-то жесткий спейс был, но как-то странно жесткий спейс под своей вышки проводить. Не, неосторожно просто сыграл, конечно. Он просто, да, просто ошибся. Эмберспирит уже с БФчиком неплохо наносит дэмэджа. Не сказать, что он прям прогоняет противника, но уже чувствует резолюшн, что немного-то уронные прилетают. Тир-2 в сторону поломали, пойдут тир-2 на топе сносить. Ну, вот где-то, где-то через какой-то ганг Эмпайр будет пробовать уже заходить на хайграунд. Ну, Афонину есть немного времени. Ой-ой-ой, сейчас бы под ультой Даззла подраться с Эншентами! Боже мой! Не разбил лицо всем, дракон. Дракон победитель просто. Ну, все, ульта Даззла закончилась, можно заходить, забирать стаки. Нужно даже. Он вроде знает, в Хлорезе находится оппонент. Разгоны пошли, есть! Ооо, как хорошо дезаграл. Ой, боже мой, просто идеально. Блэйдмейл включает Клаквер, Глиммер. Резолюшн под боем, раз каждые удары с руки очень больно. Праймал Рору Афонина, поймали его! Ну, вот он, Эмберспирит. Станцию сократил до противника, получил Праймал Рору и погиб. Без байбэ, кстати. Тинни, конечно, лишается Аегиса, но Андершок это явно не спасает. Минус три уже сделали. И там хвост Дальцу пошел, еще Геракопнар в лицо сломал, трипл пил байфан. Ну, где был Грейв, непонятно. На самом деле, Грейв бы мог здесь засейвить этого Эмбера, он бы еще мог покидаться. Но... Он тут же на Гирче его кинул, просто не успел немножко Даззл накинуть. Ну, на самом деле, суть по тому, как бодро Эмберспирит заходит на базу, мне кажется, жив был Эмберспирит или нет, сильно бы не повлияло. И Тинни еще и телепортируется вниз для того, чтобы снести вышку. И еще одну, может, сторону попытаться сломать. Почему бы и нет? Ой, как же много. На Грилотете возвращается опять на мид. Возвращается и как раз сломать сторону. Просто суперэффективно. Все четко, все таймингово. Очень сильно исполнили стратегию с Тинни Виспом. Но здесь уже я готов сказать, что практически игра выиграна. Потому что потерять так рано в бараке и еще одну сторону сейчас. И так сильно позади будут, что не знаю, как будут отыгрываться. Клак вверх вырывается. Пошел Виспа. Вот его забрать в плейдмейл. Ну, слили Виспа. Паник просто наглый делает тэп-аут. Прожимается смок. Эмберспирит пытается отступить. В погоню бросается Эмберспирит на ремнантах. Дальше искать оппонента. Дал фистс, но не поймал. Ну, все. Две стороны благополучно забрали. Драку выиграли. Преимущество просто дичайшее. Ну, вы понимаете, да? Против после двух снесенных сторон и выигранного файта. Это больше 12 тысяч. Экспириенс, та же самая цифра. Ну и все, что нужно сделать Эмберспирит. Ждут, ждут. Ждут того, кто ошибется. Кто пойдет отпушивать? Пойдет отпушивать. Но никто не идет, что-то все боятся. Будто знают. А, вот пошел тот самый Арахул, который уже не первый раз. Но немножко спалился. Спалились имперцы, не туда смотрели. В итоге Арахула здесь не стали забирать. Ну и плюс, зачем рисковать? У нас и так все хорошо. Гиперхорошо. Салки раз появились, БКБшка у хвоста, файников просто, артефактов море. Я думаю, что последний смок в этой игре мы видим. И атака под смоками от HellRaisers. Не знаю, куда они идут. Смок последний надежды. Поехали камбэкать. Пошли, пошли, пошли искать. Рошана нет, об этом знают. Он довольно-таки недавно был забран. Заходит в свой лес. Просто, может быть, поставят варды. Но, да, никого не нашли. И дальше вряд ли пойдут. Уже страшно. Есть предел. Тем более, что крипы заходят уже на базу. Ну, очень тяжело зайти, вот так вот кого-то найти в ситуации, когда нету Рошана. То есть, так бы можно было прийти на Рошана, спровоцировать или самим забрать. А здесь просто пробежались. Все прекрасно видят, что там заходят крипы на базу. И курьера, по-моему, видели со смоком. Просто ушли имперцы в другое направление. Так, а вот Тинни что-то себе купил, по-моему. Еще. Лесман оф эвэйджен. И Владмер. Нет, это Пайп. Пайп у Испании, чего себе. Там Пайп, там Владмер, там Гарден Грифс, там Остал Керас, ну там все. Ну да, то есть, теперь еще физики нету, еще и магии попробуй это все пробей, когда там Пайп. И заходит. Последняя Тир-2 вышка. Ну, надо какое-то маленькое рождественское чудо продемонстрировать в Холлорейнерс. Ну да, пожалуй, что... И даже, я бы сказал, большое очень. Даже большое, согласен. Ну, не знаю. Очень сложно. Санта с огромным мешком, влез в камин. Предлагаю Имберспирту продать Аквилу, купить себе Кналис, продать чью и Ботл. Ну это хоть какой-то шанс. С перчаткой тут не получится нанести ДПС. Надо же какие-то такие all-in вещи предпринимать, кардинально меняющиеся. Заходит Фаник, смотрит, видит все птичкой своей. Птичка погибает. Все собрались, кроме единственного персонажа, который, в принципе, не собирается подходить по понятным причинам. Такой Айс Бласт сейчас будет улетать. Кинул, кинул как раз-таки под упавшую вышку. Ничего не видят. Летает Айс Бласт очень хорошо. Ну, может, сломать бараки. Просто под два суппорта, которые не могут быть регениться. Моментально минус Оракл и Резолюшн там спокойно разбирается. Раз-один барак. Парайм Алрора в Эйбаха тоже барак. Каган, good game of late. Разрушу не самая тяжелая карта выдалась для Империи, стоит признать. Вторая против Хэлл Рейзерс. Очень успешно реализовали стратегию. Не самое интересное. На самом деле, как-то действительно у них все шло слишком хорошо. И в итоге просто за счет одной драки все выиграли. ГГ, ВП, вперед, Стим Импайр. Три очка они забирают в четырех играх. Довольно-таки хороший результат. Думаю, что должны быть они с собой довольны. Немножко там в одном моменте просели во второй игре. Но третью, четвертую провели знатно. Ну и, в общем-то, на этом для них игровой день, насколько я понимаю, заканчивается. Да, вроде больше у них сегодня игр нет. Хэлл Рейзерс, по-моему, будут еще играть на параллельном стриме.